Книга «Открытым оком», 8 том. Вопрос 2070, тема «Жития». Чем объяснить стремление ушедших в пустыне к полному одиночеству? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Только тем, что они были так научены и за образец брали не учение Христа, а усваивали наглядный пример монахов, пострижения, монастыри. Тогда была создана совершенно новая религия, без совета с Богом. Без следования за Христом по Евангелию. Во время гонений пустыня давала приют и спасение. Евреям 11.38. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Откровение 12.6. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога. Судей 20.47. И обратились оставшиеся и убежали в пустыню, к скале Риммону. 600 человек и оставались там в каменной горе Риммоне 4 месяца. Мария Египетская. Память 1 апреля. Если кто видел, что другой идет к нему навстречу, то уходил в другую сторону и продолжал свою жизнь в одиночестве, в постоянной молитве, кушая в определенное время очень мало пищи. Арсений Великий. Память 8 мая. Однажды к преподобному пришел архиепископ Александрийский Феофил вместе с одним вельможей, желавшим побеседовать с преподобным и принять от него наставление. Преподобный же, помолчав немного, сказал им, «Исполните ли вы то, что я скажу вам?» Они обещали исполнить все, что бы он ни сказал. Тогда преподобный сказал, «Не приходите никогда туда, где будет Арсений». Пришедшие удивились ответу преподобного, однако послушались его и удалились. Спустя некоторое время архиепископ пожелал снова видеть Арсения, поэтому послал спросить его, «Откроешь ли ты келью твою, когда к тебе придет архиепископ?» Преподобный же отвечал посланному, «Если ты придешь, то открою, но если я открою келью тебе, тогда мне придется открывать ее для всех, но в таком случае мне придется удалиться из кельи». Услышав такой ответ, архиепископ не пошел к преподобному, так как боялся, как бы он не ушел из того места. Случилось однажды, что один странствующий инок пришел к келью преподобного Арсения, так как хотел видеть его. Подойдя к двери, он постучал в нее. Арсений, думая, что это пришел его послушник, прислуживавший ему, тотчас же открыл дверь, но увидав постороннего человека, упал на землю лицом вниз, для того, чтобы не видеть пришельца. Однако этот последний стал упрашивать преподобного подняться с земли. Арсений же не хотел вставать и сказал, «Я не встану до тех пор, пока ты не уйдешь отсюда». И действительно, не поднимался с земли долгое время, и инок долго упрашивал преподобного, но так как преподобный не соглашался исполнить его просьбу, то инок ушел оттуда. Другой раз пришел еще один инок издалека в скид, также хотевший видеть преподобного, и начал упрашивать братья указать ему дорогу к келье Арсения. При этом он сказал братьям, «Я хочу побеседовать с отцом Арсением». Но братья отвечали ему, «Подожди, брат, до воскресенья, и ты увидишь его, когда он придет в церковь». Инок же тот сказал братьям, «Не буду есть до тех пор, пока не увижу преподобного». Поэтому братья послали одного инока снова пришедшим, и поручили ему указать дорогу к келье старца Арсения. Следует заметить, что келья Арсения отстояла от скита на тридцать стадий. Подойдя к келье, брат постучал в нее. Старец открыл дверь и впустил в келью пришельцев. Затем сел, опустив голову, и молчал. Сидели молча и пришедшие. Все молчали довольно продолжительное время. Наконец инок с китской обители сказал, «Я пойду назад, потому что я должен исполнять свои обязанности при церкви». И, поднявшись с места, он собрался идти. Другой же брат, пришедший с ним, не имея дерзости остаться со старцем, сказал ему, «И я пойду с тобою». Затем, встав, он поклонился старцу и вышел из келья, не услыхав ни одного слова из уст преподобного. После того, странствующий инок начал упрашивать брата привезти его к Моисею, бывшему разбойником, до пострижения выночества. Брат согласился исполнить его просьбу и повел его к преподобному Моисею. Когда они пришли к Моисею, то сей последний принял их с радостью, предложил им отдохнуть и подкрепиться пищей, и, оказав им большую любовь, отпустил их от себя. Дорогою скидский брат сказал пришельцу, «Вот ты видал и отца Арсения, и отца Моисея, кто из них лучше, по твоему мнению?» Брат отвечал на это, «Лучший из них тот, кто принял нас с любовью». Один инок, узнав об этом, стал молиться к Богу, говоря так, «Господи, скажи мне, кто из них более совершенен и заслуживает большей благодати Твоей? Тот ли, кто скрывается от людей ради Тебя, или тот, кто принимает всех также ради Тебя?» Этот инок в ответ на молитву свою имел следующее видение. Ему представились два корабля, плывших по какой-то очень большой реке. В одном корабле находился преподобный Арсений, и Дух Божий управлял кораблем его, соблюдая его в великой тишине. В другом был преподобный Моисей. Кораблем же его управляли ангелы Божии, влагавшие мед в уста Моисея. Об этом видении инок тот рассказал другим более опытным подвижникам, и все нашли, что более совершенен Арсений, пребывающий в молчании, нежели Моисей, принимающий странников, потому что с Арсением пребывал сам Бог, с Моисеем же были только святые ангелы. Иаков, Незибийский, память 13 января. Придя в возраст, святой Иаков удалился в пустыню и жил на высоких горах. Весну, лето и осень он проводил в лесах, под открытым небом. На Азиму же поселялся в одной пещере, в которой и укрывался от мороза. Пищей ему служило то, что земля рождала сама по себе. Без какой-либо обработки ее он собирал плоды с лесных деревьев и съедобные коренья, подобные огородным, и подкреплял ими свою слабую плоть лишь настолько, чтобы только быть живу. Ануфрий Великий, память 12 июня. На семнадцатый день своего путешествия я подошел к некой высокой горе. Утрудившись от пути, я сел у подножия горы, дабы отдохнуть немного. В это время я увидел мужа, приближавшегося ко мне, очень страшного на вид. Он весь был покрыт волосами, как зверь. При этом волосы его были белы, как снег, ибо он был седым от старости. Волосы его головы и бороды были очень длинны, доходили даже до земли и покрывали все тело его, как некая одежда. Ведра же его были опоясаны листьями пустынных растений. Когда я увидел сего мужа, приближавшегося ко мне, то пришел в страх и побежал на скалу, находившуюся наверху горы. Он же, дойдя до подножия горы, сел в тень, не миреваясь отдохнуть, ибо весьма утрудился от зноя, а также и от старости. Посмотрев на гору, он увидел меня и, обратившись ко мне, сказал, «Подойди ко мне, человек Божий, я такой же человек, как и ты, я живу в пустыне сей, подвизаясь Бога ради. Имя мое Ануфрий, я живу в этой пустыне шестьдесят лет скитаясь по горам. Я не видал ни одного человека, ныне вижу лишь тебя одного». Савва Псковский, память, 28 августа. Он ушел в пустыню, находившуюся на расстоянии пятнадцати поприщ от Ефросиного монастыря к озеру, называемому Крыпец, и поселился тут на совершенно безлюдном месте. Я не тому молюсь, кого едва дерзает, назвать душа моя, смущаясь и дивясь, и перед кем мой ум бессильно замолкает, безумной гордости постичь его стремясь. Я не тому молюсь, пред чьими алтарями народ простертый ниц в смирении лежит, и льется фимиам душистыми волнами, и зыблются огни, и пение звучит. Я не тому молюсь, кто окружен толпами, священным трепетом исполненных духов, и чей незримый трон за яркими звездами царит над безднами разбросанных миров. Нет, перед ним я нем, глубокое сознание, моей ничтожности смыкает мне уста. Меня влечет к себе иное обаяние, не власти царственной, но пытки и креста. Мой Бог, Бог страждущих, Бог обогренных кровью, Бог человек и брат с небесной душой, и предстраданием, и чистой любовью склоняюсь я с моей горячей мольбой. Над сон, 1880 год. Субтитры создавал DimaTorzok